Забег на свежем воздухе – залог здоровья и хорошего настроения. В парке «Лесная пушка» прошли соревнования по спортивному ориентированию. Собралось более 200 человек. Перед стартом с участниками пообщалась Анастасия Кладинова. Перед началом забега участник получает карту, где обозначена каждая контрольная точка. Ориентируясь по компасу и знаком, спортсмены должны отметиться на всех пунктах с помощью электронного чипа. Так судьи смогут зафиксировать время участника за весь маршрут. Для всех категорий предназначены свои дистанции. Дети до 6 лет бегут вместе с родителями. У них дистанция примерно 1,5 километра. И все, кто постарше, бегут открытую группу. У них примерно 5 километров. То есть от 1,5 до 5 километров. Количество пунктов определяется международными правилами, где строго регламентирован возраст, дистанция, количество пунктов на километр. У Ивана Протасеня забег больше 3 километров. За три года он участвовал не только в окружных соревнованиях, но и въезжал в другие города. Иван не пропускает ни одного. Я этим уже очень долго занимаюсь. Бегал в Коломне, в Новаческом Азимуте, в Токарево, на Волкуше. Я думаю, что попаду в пятерку лучших. Главное читать карту. А тут я уже бегаю и занимаюсь спортивным ориентированием. Все контрольные точки нужно пройти в правильном порядке, как указано на маршрутной карте. Кто преодолеет дистанцию быстрее, становится победителем. Ориентироваться на местности участники должны самостоятельно. Кроме группы родителей и детей, все участники должны сами проходить дистанцию. Между собой они, конечно, могут как-то взаимодействовать, но это они уже соперники. Потому что они стартуют не все одновременно, а каждой своей минуте. Естественно, тот, кто стартует позже, у него более выгодное положение, чем у тех, кто стартует раньше. В парке Лесная опушка в забеге участвует около 200 человек. За призовые места подготовили грамоты и медали. А победителям в каждой категории – кубок. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.